добрый вечер всем мы с вами сегодня продолжим читать вторую маковейскую книгу и дойдем до такого очень важного момента мотива сюжетных сюжета мартирологии мученичества то чего абсолютно нету в первой маковейской книги это что становится едва ли не центральным сюжетом во второй маковой маковейской книги и последствия это окажет влияние на на не только на еврейскую но и на христианскую традицию об этом тоже будем говорить в прошлый раз мы читали и говорили о перипетиях связанных с борьбой за первосвященство борьбой между ясоном и не лаем и завершили разговор история о том как ясон бесславно погиб в рамках концепции которую как бы автор второй маковейской книги продвигает это воздаяние наказания за те преступления которые и солнце вершил и и здесь мы доходим до эпизода все что мы читали в прошлый раз не имеет никакой параллели в первой маковейской книге мы говорили что первая маковейская книга о борьбе за первосвященство ничего не рассказывал теперь мы дошли до эпизода который как раз и имеет параллель первой маковейской книги а именно начало гонения антиоха эпифана это 168 год после его египетского похода и мы сейчас посмотрим как это по-разному описано в двух наших источниках значит мы начнем с первой маковейской книги сейчас напомню вам это время читали и вот что нам рассказывается вот перед вами текст это стих после поражения египта антиох возвратился в 143 году и пошел против израиля вступил в иерусалим сильным ополчением значит напомню что это произошло судя по всему на самом деле автор первой маковейской книги ничего не говорит о двух походах антиоха в египет мы говорили об этом прошлые прошлые разы судя по всему все-таки было два похода и во время второго похода антиох практически завоевал египет но тут неожиданным образом перед ним появился римский посланник который в ультимативной форме потребовал от антиоха убраться и тот этот ультиматум вынужден был принять и ушел параллельно видимо в этот момент распространились какие-то слухи о его смерти или гибели и это видимо каким-то образом подтолкнуло к была бы возможной причиной волнений в том числе и в иудеи и антиох возвращаясь из своего египетского похода которые здесь автор первой маковейской книги называют как раз удачным после поражения египта то ли он имеет ввиду первый поход произошедший за год до этого то ли он по какой-то причине не сообщает под подробности связанные со вторым походом но антиох как бы здесь никак не объясняется почему он пошел против израиля собственно для автора первой маковейской книги никаких объяснений не требуется с его точки зрения все инородцы грехи в том числе являются нечестивцами по определению поэтому никакой причины их войны против израиля приводить не обязательно не нужно вот он ступает в иерусалим как тут сказано сильным ополчением и вошел в святилище с надменностью то есть он вошел внутрь храмов святая святых взял золотой жертвенник светильник все сосуды его и трапезу предложения и возлеяльники и чаши и кодильницы а перечисляются все всякие всевозможные храмовые аксессуары из сосуды иными словами он ограбил храм и взяв все это отправился в землю свою и совершил убийство и говорил с великой надменностью все время подчеркивается это его надменность и посему был великий плач в израиле во всех местах его стенали начальники и старейшины изнемогали девы и юноши изменилась красота женская всякий жених предавался плачу и сидящая в брачном чертоге была в скорби да тут всякие библейские аллюзии на пророческие тексты вострепетала земля за обитающих на ней весь дом якова облегся стыдом а вот так описано описано это история в первой маковинской книги а теперь мы посмотрим как она описана во второй маковинской книги и увидим что несмотря на то что речь идет об одном и том же событии они изображаются по-разному итак я в главе 5 2 маковинской книги 11 стих и тут само начало говорится о том что причиной прихода антиоха было как раз то что он узнал о гражданской войне которая происходит в иерусалиме в гражданской войне между сторонниками ясона и сторонниками винилая то есть точки зрения автора второго маковинской книги непосредственными виновниками разорения храма были все те же коррумпированные первосвященники которые боролись за власть это для него принципиальный момент когда все происшедшее дошло до слуха царя вот все о чем говорит он подумал что иудея отлагается от него поднялся из египта рассверепев душе и взял город вооруженной рукой он приказал воинам нещадно бить всех кто попадется и умерщвлять то станет скрываться в дома так совершилось избиение юных и старых умышления мужей жены и детей и заклания дед и младенцев продолжение трех дней погибло 80 тысяч 40 тысяч палатру и убийцы не меньше убитых было продано а мы не знаем насколько эти цифры являются реальными сказать что они какие-то очень гиперболические но поскольку число тут 80 тысяч 40 тысяч этого и 8 и 80 и 40 собственно кратное 40 числу это вполне такие типологические символические числа которые обозначают целостность так что вполне возможно что он как бы здесь достаточно произвольно выбирает число но не удовольствие убитые были проданы это хорошо что задал этот вопрос здесь плохой перевод это не меньше имеется ввиду не меньше чем было убитых было и продано вот что он хочет сказать правильный перевод от перевод который передо мной продано было не меньше чем убитых просто неудачная очень формулировка по-русски то есть 40 тысяч на все 40 тысяч палатру и убийц и продано было не меньше чем убита при него не очень правда понятно здесь так опять таки возможно что правильный более правильный перевод начало стиха что 80 тысяч не погибли а были погублены разными способами значит 40 тысяч погибли умерли от рук убийцы еще 40 тысяч были проданы в рабство да потому что иначе не очень ясно как объяснить то что он пишет если 80 тысяч погибло то они должны были погибнуть все вот видимо имеется ввиду что 80 тысяч пострадали 80 тысяч пострадали 40 тысяч погибли и еще столько же было продано но не удовольствовавшись этим он дерзнул войти в святейший на всей земле храм имея проводником минелая этого предателя законов и отечества здесь как бы с точки зрения автора второй маковейской книг мы находим доходим до некой точки экстремума до чего дошло дело что первосвященник в обязанности которого в частности входит не допускать святая святых людей которым там не положено быть вообще там никому не положено быть кроме самого первосвященника и уж тем более царя не еврейского происхождения не еврейского царя и вот сам минелая его вводит по храму и вводит его в святая святых скверными руками принимая священные сосуды и иные вещи пожертвованы от других царей на возвеличение и славу и честь святого места восхищая нечестивыми руками раздавал да то есть кто здесь оббирает храм оббирает храм не сам антиох оббирает храм минелай причем он берет как раз в частности вещи которые об этом первом аквейской книге ничего не сказано пожертвованы другими царями именно эти вещи он отдает антиоху можно конечно задаться вопросом опять же насколько это описание историчным не можем ответить однозначно этот вопрос вполне возможно что как бы то что здесь происходило было не до такой степени поляризованно то есть он представляет минелая просто каким-то совершеннейшим негодяем и так это будет и дальше на протяжении книги вплоть до рассказа его смерти вполне возможно что минелай как бы руководствовался какими-то прагматическими соображениями которые конечно были сопряжены с нарушениями еврейского закона но он возможно так надеялся умилостивить царя и предотвратить какие-то более серьезные репрессии поскольку царь пришел туда считая что иерусалим восстал и возможно что минелай таким образом хотел каким-то как-то утешить гнев царя но это как бы наши домыслы а то как изображает это автор втором и кавейской книги что нечестие достигло высшей своей высшего градуса высшей ступени и превознесся антиох своих мыслях а здесь автор втором и кавейской книги совпадает с автором первой да инкриминируя антиоху надменность также точно кстати говоря изображает антиоха не называя его по имени автор книги даниэля в своих главах второй части книги в видениях там где появляется образ антиоха он тоже ему инкриминирует надменность и гордыню видимо это так оно и было антиох не зря взял себе вот это второе название эпифан эпифанус который обозначает фактически богоявленный вот то есть он обожествлял самого себя и превознесся антиох в своих мыслях не разумея что господь на краткое время прогневался за грехи обитающей городе почему и осталось без презрения это место а то есть такие вот так вот такого рода ремарки полностью отсутствует первого кавейской книги автор первого кавейской книги не считает нужным объяснять как правило в этом случае объяснять изображаемые им события а читатель сам может делать соответствующие выводы для автора второй макавейской книги чрезвычайно важно всюду внедрять некоторые теологические утверждения которые проливают свет на происходящее и объясняют почему это происходит а вот антиох не понимал что на самом деле это не его воля это господь прогневался на жителей иерусалима на евреев и поэтому отдал это место на разграбление в каком смысле это вполне библейская идея такое то что мы называем цедук один теодицея объяснить почему храм был сграблен или храм был разрушен а это наказание причем автор макавейской книги второй макавейской книги здесь заранее как бы предваряя говорит что это произошло на краткое время поскольку через несколько лет после происходящее будет очищен храм иудой макавея на через четыре примерно года если бы он пишет они не были объяты многими грехами тогда подобно гелиодору написано гелиодору посланному царем селевком осмотреть сокровищницу и он лишь только бы вторгся тотчас был бы наказан и оставил бы свою дерзость а мы помним историю гелиодора которую мы читали вот и гелиодор был при попытке обобрать храм войти внутренние покои он был жестоко наказан всадник ангелы которые его стекли и он едва не лишился жизни да такое чудо могло произойти и в случае антиоха пишет автор макавейской книги но оно не произошло потому что народ этого не удостоился в чем-то если вдуматься это предваряет идеи мудрецов равинов хазаль которые говорили что там скажем храм может третий в любой момент быть отстроен но проблема в том что поколение не достойно того да то есть вот это четкое восприятие воздаяние оно было очень свойственно уже фарисеям а Флавий Иосиф об этом пишет это однозначная связь между событиями и поведением народа и поэтому некоторые исследователи сегодня считают что возможно автор второй макавейской книги в чем-то был действительно близок фарисейской фарисейским воззрениям даром что он сам был грекоговорящим жил в диаспоре но по сути дела многие вещи совпадают мы это и дальше увидим но господь избрал не для места народ а для народа место то есть у этого такого тоже программного программного выражения можно найти много аналогов в литературе второго храма да что вот храм имеет как бы храм избран не сам по себе а именно потому что избран народ израиля есть похожие изречения касающиеся субботы любопытно что это цитирует в том числе иисус в новом завете вот но смысл понятен господь избрал это место имеет ценность храм имеет ценность только если народ соответствующим образом себя ведет на самом деле эта идея изначально пророческая да мы видим что пророки израиля пророк исаи и шаи оба намотца они как бы очень четко это формулируют нет никакой ценности у храма и у храмовой службы если народ израиля ведет себя повседневной жизни так что это вызывает омерзение у бога да убивают крадут прелюбодействуют и так далее посему и самое место сделавшись причастным бывшим народным несчастьем приобщилась потом благодеяний господа и был оставлено всемогущим во гневе опять с умилостивлением верховного владыки восстала во всей славе да это опять же намек на то что произойдет во времена через несколько лет когда Иуда войдет на территорию Иерусалима и очистит храм становит жертвенник вот то есть это как бы такой намек на будущее и дальше как бы Антиоху уже приписываются какие-то совершенно небывалые вещи да в первой Маковейской книге к таким тропам автор не прибегает а здесь да и так Антиох похитив из храма 1800 талантов то есть очень очень значительную сумму поспешно удалился в Антиохию то есть свою столицу в превозношении сердца находя возможным сделать сделать землю судоходной и море сухопутным да то есть превратить сушу в море а море в сушу то есть как бы он себя возомнил фактически богом сама по себе это метафора возможно как то коррелирует с библейскими выражениями о том как бог действительно превращает осушает море и как он может скажем скалу превратить из скалы вывить в воду между тем он оставил своих наместников чиновников чтобы как тут сказано чтобы угнетать народ в Иерусалиме Филиппа Фригийца нравом же человека еще более жестокого нежно какого был поставивший его значит этот Филипп Фригийц известен только по второй маковейской книге в Горизине может кто-то из вас и догадывается что такое Горизин Горизин это на самом деле рядом со Шкемом это так называется здесь греческая литерация Горизин Горизин то есть гора которая имеет большое значение как для евреев так и для самаритян там собственно говоря стоял упору самаритянский храм который был потом разрушен сыном Шимона Хасмане Йохананом Герканом так вот там он оставляет некоего Андроника тоже мы о нем ничего не знаем и сверх того самого Менелая который превзошел прочих злобу их жителями имел враждебное расположение гражданам иудейским свой Филиппу и Андронику может быть можно как-то не то чтобы простить но по крайней мере понять потому что они не евреи а Менелай евреи первосвященник который еще более чем они как он говорит питал злобу собственным жителям дальше он рассказывает о послании некоего Аполлония значит этот этот Аполлоний появляется и в первой маковейской книге там в подобном же контексте там говорится о том что значит сейчас секунду в первой маковейской книге тоже рассказывается об этом об этом послании Аполлония но правда гораздо более кратко он называется мисархом 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 то есть то есть то есть начальником некоторой территории в Малой Азии который называется мисон миссия он был там командиром командиром наемных войск значит и тут значит в первой маковейской книге говорится что Аполлоний собрал язычников большое войско из Самарии чтобы воевать против Израиля но там это рассказывается несколько позднее уже с появлением иуды маковея значит появляется иуда маковей и иуда маковей воюет воюет с Аполлонией вот здесь здесь впрочем на самом деле в первом маковейской книге без упоминания имени рассказывается о послании после того что царь ограбил Иерусалим там рассказывается о том как в города иудеи был послан главный сборщик подати и он пришел в Иерусалим с огромными полчищами и там как бы некоторые из исследователей предполагают что на самом деле вот этот сборщик сборщик подати это неправильное прочтение изначального текста потому что по 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 гречески это звучит очень похоже этот самый то есть начальник начальник месийцев это вот этот месарх возможно что в какой-то момент это было прочитано как исходя из иврита месим саха месим тот который собирает налоги хотя и поэтому в первой маковейской книге при переводе на греческий из иврита произошла такая ошибка если это так то это и есть тот самый аполлоний о котором рассказывается здесь вот он пришел двадцатью двумя тысячами войска в первой маковейской книге говорится просто с большими полчищами повелев всех взрослых избить а женщины детей продавать и придя в иерусалим и притворнях притворно храня мир медлил до святого дня субботы из достигнув иудея во время покоя велел своим людям вооружиться и всех вышедших на это зрелище он умертвил и вторшись с войском в город избил множество народов значит в первой маковейской книге тоже рассказывается о том что женщины детей берут в плен убивают множество народов однако насчет субботы ничего не говорится в том месте а дальше рассказывается что когда уже те кто не хотели сотрудничать с властями бежали в пещеры и в пустыне то то тогда на них на них напали 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 войска напала войско селевкидов в субботу и и перебила они не не хотели не хотели сражаться в субботу и вот после этого мотитьяу вместе со своими сторонниками устанавливает закон согласно которому ради спасения жизни можно воевать и в субботу мы это когда-то обсуждали здесь это все несколько скомканно просто просто говорится что застегнут застегнув иудея во время покоя велел своим людям вооружиться и перебить их и здесь как раз после этого описывается уход в пустыню но при этом во втором маковейской книге не упоминается мотитьяу со своими петью со своими сыновьями со своими петью сыновьями упоминается только иуда маковей который удаляется в пустыню вместе со своими приверженцами вот последний стих главы иуда маковей десятый вроде своем это такое выражение которое в котором некоторые комментаторы видят своего рода намек на кворум на миньян десять мужчин десятый десятый вроде своем не очень правильный перевод это скорее десятый в отряде своим удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах подобно зверям питаясь травами чтобы не сделаться причастным осквернения я бы хотел на несколько минут остановиться на этом образе на вот на на уходе в пустыню уход в пустыню это на самом деле это на самом деле достаточно символический образ который связан несомненно первую очередь с тем что израиль получал получал в пустыне то значит образ пустыни некоторых пророческих текстах становится образом такой вот золотого века в истории израиля когда израиль абсолютно чист и безгрешен мы находим это в пророческих текстах например у пророка Ирмиял который такой очень красивый поэтической форме говорит вот об этом периоде хотя в Торе он написан неоднозначно а история с золотым тельцом там сказывается но вот Ирмиял говорит я помню тебе милость твоей юности любовь невестин когда ты шла за мной в пустыне в земле не засеяны да израиль здесь представлен как невеста бога да невеста бога который идет вслед за ним вслед за ним вслед за ним в пустыне то есть это как бы очень такой существенный важный образ с другой стороны то обстоятельства что в пустыне в горах они питаются травами чтобы не сделаться причастными осквернений да потому что как мы увидим в дальнейшем власть селевкидские власти будут заставлять есть идоложертвенное мясо да вот они не хотят сделать причастным осквернению вот сохранить чистоту но в каком смысле вот этот иуда макавей здесь может напомнить первого человека адам которому тоже дано повеление питаться только травами полевыми когда он находится в райском саду как бы вот это соединение образа пустыни хотя казалось бы она менее чем что-либо другое похоже на райский сад но в каком-то смысле положение израиля в пустыне вместе с принятием торы и до входа в землю израиля напоминает в чем-то положение первого человека в райском саду до того как он согрешил значит ну кроме того мы знаем что как бы некоторые важные персонажи Танаха действительно живут в пустыне находятся там достаточно помимо народа Израиля в Торе да находится там некоторое количество времени так например там находится пророк Илья да и то что Иуда оказывается в пустыне и придерживается чистоты находясь там это как бы ставить его в один действительно в один ряд с с такими вот пророческими персонажами как Моши и Илья это вообще очень свойственно второй маковейской книге вот пользоваться такой символикой да в первой маковейской книге это же описано гораздо более прозаично и там не говорится что это именно Иуда а просто многие ушли в пустыню чтобы поселиться там потому что гнет сделался непереносим да так это формулирует автор первой маковейской книги из-за непереносимости гнета а здесь из соображений чистоты значит мы дошли сейчас до шестой главы которая открывает новую часть во второй маковейской книге та часть которая связана с мученичеством абсолютно абсолютно чуждая первой маковейской книги автор первой маковейской книги уделяет этому моменту всего навсего один один единственный стих а он говорит что да это там говорится в первой главе и в израиле крепились и держались чтобы не есть нечистого и предпочли умереть лишь бы не оскверниться пищей и не надругаться над святым заветом и умирать это все что автор первой маковейской книги рассказывает о мученичестве то время как во второй маковейской книге это становится одной из центральных тем и как я уже сказал это окажет влияние не только на дальнейшее развитие еврейской традиции но и в немалой степени христианской в том числе в отношении культа так называемых маковеев под маковеями понимаются в этой традиции не братья хасманеи сыновья а другие персонажи о которых мы в дальнейшем будем говорить сейчас мы как бы вот начнем читать и мы попытаемся понять почему для автора второй маковейской книги это играет столь важную роль имеет такое большое значение спустя немного времени царь послал одного старца афинянина принуждать иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам божьим значит мы не знаем что это за старец афинянин некоторые считают что на самом деле это не обозначение его места жительства это его имя афиней старец афиней некоторые считают что это не просто старец а член геруси геронт афиней вот во всяком случае понятно что это некий посланник царя который будет играть зловещую роль в дальнейших событиях и эти события мы опять таки сравним с тем что описано в первой маковейской книге сначала прочтем некое вступление а вот он пришел чтобы заставить иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам божьим а также осквернить храм иерусалимский наименовать его храмом юпитера олимпийского а храм в герезине то есть так как обитатели того места пришельцы храмом юпитера странно приимного то есть гостеприимного что значит обитатели того места пришельцы видимо автор имеет в виду тот сюжет из книги малахим второй второй части книги малахим 17 глава где рассказывается что после того как ассирийские цари в конечном счете разрушили северное царство израиль и часть населения изгнали в восточные ассирийские провинции на территорию израиля были перенеселены жители этих восточных провинций способ перемешивания населения и рассказывается история о том как эти люди оказались жертвами насылаемых богом львов и поняв что они делают что-то не так они затребовали первосвященника из этого места который был им прислан который бы научил их закону божий как с иронией говорит там автор они научились этому но продолжали ну как бы культык был синкретическим с одной стороны они вроде как служили богу израиля с другой стороны продолжали служить другим богам это такое несколько сатирическое описание того что впоследствии будет названо самаритянами а вот первая как бы ласточка касающаяся этой группы людей содержится в книге малахим и понятно сейчас полсекунды я на полсекунды на прошу прощения ну такое событие когда сын боевой офицер припоет вдруг неожиданно из армии невозможно его не встретить вот так вот возвращаясь к нашим делам видимо то что здесь имеет ввиду автор второго маковейской книги это вот их происхождение это как бы не исконные жители этого места а пришедшие да и поэтому и их храм который стоял там он должен был назваться храмом юпитера гостеприимного или юпитера странноприимного мы знаем что в и у греков и собственно у хананев как бы очень часто один тот же бог назывался либо по месту своего пребывания как бы он мог пребывать в разных местах и соответственно разные эпитеты ему прибавлялись или какие-то характерные его черты вот здесь вот храм зевса олимпийского то есть зевса небесного а гаргризим это юпитер гостеприимный причем не исключено как некоторые исследователи полагают что здесь есть игра слов игра слов включающая как иврит так и греческий дело в том что вот это аргризим грезим может с одной стороны напоминать слово гер гар гар то есть пришелец чужезенец а с другой стороны зен это форма форма имени зевса да то есть зен возможно что здесь как бы есть игра слов некоторые на это указывают вот тяжело и невыносимо было для народа наступившее бедствие храм наполнился имеется ввиду в первую очередь иерусалимский храм любодействуем вещением от язычников которые обращаясь блудницами смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволенные это значит в какой степени это реальное описание сказать трудно значит поскольку мотив храмовой проституции известен нам из библейских текстов и он в частности в частности такого рода вещи инкриминировались ханаанеем и исследователи не раз высказывали сомнения в реальности такого рода оргиях и культов но значит вполне возможно что вот это описание которое здесь нам приводит автор второй маковейской книги оно находится под влиянием вот этих этого библейского мотива язычники которые превращают храм в фактически в место для блуда и орг значит и жертвенник наполнился непотребными запрещенными законом вещами то есть приношениями имеется ввиду недозволенными законом законам естественно еврейским и нельзя было не хранить субботы не соблюдать отеческих праздников не даже называться иудеи такого рода подробности мы не находим в первой маковейской книге хотя там тоже говорится о том что творились жуткие вещи значит там говорится что царь отправил гонцов приказав следовать обычаям чуждым для иудеи запретить святилище всесожжения жертвоприношения и возлияния осквернить субботы и праздники надругаться над святилищем строить капища приносить жертву свиней и других нечистых животных оставлять своих сыновений обрезанными осквернить своей души всяческой нечистотой и мерзостью то есть в чем-то эти описания совпадают но здесь есть как бы дополнительные подробности да вот блуд храмовый утверждение что называться иудея нельзя с тяжким принуждением водили их каждый месяц день рождения царя день рождения царя был как раз 25 числа дело в том что по селиткиды праздновали день рождения царя каждый месяц а он был 25 числа это существенный момент потому что 25 кислева как раз был очищен храм это обсуждали так вот водили их каждый день месяц день рождения царя на идольские жертвы а на праздники диониса принуждали иудея в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь диониса значит не исключено не исключено а мы знаем что вот эти дионисии они действительно сопровождались они отмечались четыре раза в год и сопровождались всякими шествами в которых пили вино творился всяческий разгул вот не исключено что некоторые пытались отождествлять вот эти дионисии с шествиями евреев в праздник суккот а поскольку в праздник суккот тоже есть торжественное шествие тоже с пультовыми процессами с улавами да то возможно как бы тот же так по крайней мере некоторые предполагают тот же Менилай пытался это как бы вывернуть там что дионисии они в каком-то смысле похоже повторяют в процессе праздника суккот такое повеление вышло и соседним эллинским городам по наущению некоего птолемея чтобы они также действовали против иудеев и заставляли приносить их идольские жертвы значит на самом деле судя по всему здесь ошибка неправильно по наущению птолемея а по требованию жителей птолемаиды значит поскольку мы встречаем не раз и не два утверждения что птолемаида это город которым как бы царила очень сильно вражда по отношению к иудеям это мы находим как в первой маковейской книге так и во второй маковейской книге значит так вот не соглашавшихся переходить к эллинским обычаям убивали тогда там можно было видеть настоящее бедствие и вот тут такая деталь которая имеет параллель и в и в первой маковейской книге две женщины обвинены были в том что обрезали своих детей и за это привесив к их к сосам их младенцев перед народом проведя по городу низвергли их со стены отличие здесь первой книги от второй заключается в том что в первой маковейской книге это рассказывается как как повседневная практика здесь же во второй маковейской книге это это некий единичный случай который произошел в процессе в процессе гонений тому другие же бежали в ближние пещеры чтобы втайне праздновать седьмой день то есть субботу но быв указаны филиппу были сожжены его неправедным считали защищаться по уважению к святости дня а мы уже второй раз это встречаем упоминание о том что в субботу не сражались вторая маковейская книга не рассказывает об отмене этого указания первая маковейская книга рассказывает об этом тому кто кому случится читать эту книгу прошу говорит автор от себя основу мы попадаем некое некое отступление которое свойственно только второй маковейской книги в первой маковейской книге таких отступлений нет тех кому случится читать эту книгу прошу не страшиться напасти и уразуметь что эти страдания служат не к погублению а к вразумлению рода наш примерно то что говорит примерно то что говорит мишна что от бога надо принимать не только дурное но и но и но и доброе так так вот и здесь он говорит что это это служит это служит как бы к пониманию к пониманию к вразумлению идея на самом деле которая встречается в танахе появляется в литературе мудрости наказание от бога оно к тому чтобы научиться и понять и вернуться к нему ибо то самое что нечестивцам не дается много времени скоро подвергаются они карам есть знамение великого благодеяния ибо не так как другим народам продолжает господь долготерпение чтобы карать их когда они достигнут полноты грехов не так судил он на нас чтобы покарать нас после когда уже достигнем до конца грехов то есть да это как бы идея опять встречающаяся в литературе мудрецов истоки ее может быть уже и в Танахе там говорится о том что грех может достичь некоторой высшей точки и тогда придет наказание но любопытно что мудрецы подчеркивают что есть разница в отношении бога к народу Израиля и другим народам других народов наказывают уже после того что они как бы чаша божественного терпения переполнены и тогда он наказывает их по полной программе в то время как еврейский народ утверждается в этой литературе в Медрашах значит как бы бог постепенно наказ как бы не обрушивает на них всю свою ярость насколько это соответствует реальной действительности это отдельный вопрос но но сама по себе идея существует и в первый раз она заявлена в такой форме здесь во второй маковейской книге то есть с этой точки зрения автор второй маковейской книги достаточно близок видимо фарисейским взглядом как мы увидим дальше он достаточно близок и к взглядам на воскресение из мертвых он никогда говорит автор не удаляет от нас своей милости и наказывая несчастьями не оставляет своего народа впрочем пусть будет это сказано на панг нам после этих немногих слов возвратимся повествование здесь он как бы заканчивает это затянувшиеся несколько вступления в тему и начинается рассказ а вот мы дошли до этого рассказа это этот рассказ в каком-то смысле как и последующий тоже является полной противоположностью представление о героизме тому что мы находим в первой маковейской книге я напомню я напомню вам что такое героизм в соответствии с первой маковейской книгой сам рассказ мы будем в следующий раз но вот что мы находим в первой маковейской книге вот история макетия макетия я напомню макетия и И сказал громким голосом, если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои и братья мои будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас Богу, чтобы оставить законы постановления. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево. Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж иудеянин перед глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвенники, который был вудеянин. Увидев это, Матитьяу возревновал, затрепетала внутренность его и воспламенилась ярость его по законе. И он, подбежав, убил его при жертвеннике. И в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву и разрушил жертву. И возревновал он по законе, как это сделал Пенхас Земри сыном Сау. И воскликнул Матитьяу в городе громким голосом, всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, идет вслед за мной. Вот что такое герой по первой макавейской книге. Это то, что мудрецы Талмуда назовут словом канай, ревнитель. Человек, который уподобляется Пенхасу, сыну Элязара, внуку Аарона, который в тяжкий для народа час берет в руки меч и убивает отступников. Вот, как бы, что такое герой. Таким является Матитьяу, таким же в сущности является и Макавей по первой макавейской книге. Но совсем не так это выглядит во второй макавейской книге. Совсем не так. Автор второй макавейской книги ставит, представляет в качестве примера, превращает в героя человека, который готов умереть за свою веру и делает это. То есть это такие люди, пример которых мы видим в Танахе, например, ну скажем, трое юношей, которые были брошены в огненную печь. Или Даниэль, который был брошен в логовище Львов. Но там, в книге Даниэля, происходят чудеса. И эти люди чудесным образом спасаются от гибели. Здесь же, во втором макавейской книге, главная точка именно и состоит в том, что человек умирает за свои убеждения, за отеческие законы, за свою веру. Поэтому неудивительно, что ранние христиане, исследуемые римлянами, настолько были ориентированы на этих персонажей из второй макавейской книги, они их превратили в святых. Потому что, с их точки зрения, это предтечи христианских мортиров. Но это не только предтечи христианских мортиров. Это, на самом деле, как мы увидим, предтечи и тех мучеников, которые описаны в литературе Хазаль. Такие, например, как Раби Акива или вообще Дестера, казненных римлянами. Мы обратимся к этой теме после того, что прочтем сами по себе эти рассказы. Рассказов будет два. Это один про некоего старца по имени Лазар, которого очень уместно сравнить, действительно, с Матитьяу, со старцем Матитьяу из первой макавейской книги. А второй рассказ будет очень известный у всех на слуху о матери и семерых погибших сыновьях, который потом пересказывается в разных источниках, в том числе, опять же, в литературе Хазаль, в Илонском Талмуде, в трактате Гетин, в Мидраше Эйхараба, и в какой-то момент эта мать даже получает имя. Мы будем говорить о том, что это за имена. Это два варианта, Хана и Мирьям, об этом речь будет впереди. Вот это как бы ориентация автора Второй макавейской книги. Тезис, который я постараюсь обосновать в следующий раз, состоит в том, что вот это принципиальное различие между двумя авторами, оно снова продиктовано тем, кто эти авторы. Автор первой макавейской книги – это еврей, живущий в земле Израиля. После победы макавея он, как бы, видимо, придворный летописец. Может быть, Йоханана Геркана, может быть, даже, как некоторые считают, Александра Янае. И в этом смысле он как бы не склонен прославлять мученчество, потому что Израиль обладает независимостью, Израиль – суверенное государство, героями являются воители и ревнители, как и в нашем мире. В то время как автор Второй макавейской книги живет в диаспоре, окруженной греческим отчасти враждебным населением, где евреи должны постоянно сталкиваться с преследованиями и попытками заставить их сменить веру. И в этой ситуации главным, как бы, этосом, главным примером становится действительно пример мученчества. И так это происходило и в дальнейшей истории еврейского народа во время жизни в диаспоре. Мы видим неоднократные тому примеры, но обо всем об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Здесь я поставлю точку и готов ответить на вопросы, выслушать замечания. Пожалуйста. Есть вопросы, замечания? Пожалуйста, вопросы. Таковы и есть? Да, народ безмолвствует пока что. Есть один небольшой вопрос. То, что, да, в отношении все мученичества, ведь каким-то образом должно было быть отражено во Второй макавейской книге, в общем-то, действия хашманаев и так далее, не может быть, чтобы совершенно не было никаких упоминаний про это. А, конечно, есть. Нет, во-первых, Иуда Маковей был уже упомянут. Во-вторых, вот эти главы о мучениках, это шестая и седьмая главы. Начиная с восьмой главы и до конца книги главным героем становится Иуда Маковей. Но Иуда Маковей, Второй макавейской книги, довольно отличается от Иуды Маковея, Первой макавейской книги. Об этом мы тоже будем говорить. Он, правда, не мученик. Он не умирает за веру, как бы, возведенной на костер, так сказать. Но, как бы, вся его деятельность и его победы в известной смысле, с точки зрения автора Второй макавейской книги, становятся возможны благодаря вот этим самым мученикам, то, что мы будем обсуждать. А так, конечно, есть. Иуда Маковей, конечно, есть. Еще есть ли вопросы, замечания? Такое впечатление, что нет народа... Мне хотелось бы пожелать нам заключения, насколько время, в котором мы сейчас живем, непростое время. Хотелось бы пожелать заключения, чтобы народ Израиля победил не только своих внешних врагов, которые нас окружают и которых достаточно много, но и смог бы преодолеть ситуацию внутренней розни, которая, как показывает история, приводила к очень печальным последствиям. И мне кажется, что для того, чтобы этих последствий избежать, необходимо, и раздаются сейчас голоса людей, которые призывают остановиться и прекратить грызть друг друга в ситуации, когда на нас нападает враг. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важный момент нашего как исторического, так и вообще национального сознания. Амэн, амэн. Тяжело верить, к сожалению, но будем надеяться. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо, Дима. Спасибо. Спасибо большое. Амэн большое спасибо. Пока. Пока-пока.